МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы вступили на территорию призраков. Сегодня в нашей программе продолжение истории о Снежном Человеке. В прошлой серии, посвященной Снежному Человеку, на территории призраков был кандидат исторических наук Игорь Дмитриевич Бурцев, который уже 40 лет занимается проблемой данного феномена. Сегодня в нашей программе Игорь Бурцев и еще два гостя расскажет зрителю об изучении следов Йети, а также об исследовании известной на весь мир пленки, на которой запечатлен Снежный Человек. За последнее время в литературе всякого рода беседа, в поисках возник повышенный интерес к такой проблеме, которую назвать можно Снежный Человек. Это явление, как будто бы заранее предвиденное нашими предсками. У народов многих стран имеется несколько большое количество сказаний, песен, договоров, убеждений в том, что наши предки были намного сильнее, намного крупнее. Ну, просто другие люди. Они вымерли, но тем не менее, где-то остались представители этих наших предков, которые сохранили эти особенности строения, пункты и так далее. Первая экспедиция, которую возглавлял Ралф Изард, она, собственно, появилась после того, как были сфотографированы следы на снегу в Гималаях. В 1952 году Эрик Шиптон сфотографировал следы, а в 1954-1955 году состоялась экспедиция Ралфа Изарда. Именно вот благодаря тому, что эти следы появились в печати. И с тех пор, вот уже больше 50 лет прошло, собрана большая коллекция подобных отпечатков из разных районов земного шара. Это отпечатки ног человекоподобного существа, пока еще не признанного наукой. Следы эти были на земле, на песке, на снегу, на глине. Но название осталось за этим существом наиболее распространено, снежный человек. И, собственно, само название тоже обязано следам. Правда, эти следы, на основании которых назвали снежным человеком, это существо, были обнаружены еще в 1924 году, во время экспедиции города Берри, когда были обнаружены вот подобные следы. Это вот одна категория данных в пользу существования так называемого снежного человека. До поры до времени это ограничилось только словесным предзнаменованием надежды ничего реально не появилось. Около 30 лет тому назад один из искателей этих наших легендарных предков был сброшен с лошади, испугавшим его животным, сохранил на земляке кинокамеру и бежал за ним. Это оказалось женщина по типу то ли человека-зрень какой-то, который на бегу однажды повернулась всем телом к нему и ушла. Из отснятых кадров можно было извлечь достаточно информации, но ученые этим особенно не занимались. В первых рассказах поисков о том, какие следы на земле оставляют сейчас те, кто как-то выжил быть может один субъект на всю землю. обнаружили следы на снегу. Вы знаете, был интересный фильм «Наш отечественный следы на снегу», в котором я принимал также участие, в котором пытались разобраться в этом явлении. Почему следы на снегу? Потому что большие снеговые просторы, большие поля, куда пришли постепенно прогрессом жизни альпинисты, люди пытливые, внимательные, заметили на снегу цепочки, цепочки следов. Эти следы каждый след ямка были похожи на человеческие, но намного-намного больше. Расстояние между следами было больше, чем это мог бы сделать обычный человек. И целый ряд данных извлеченных из этого позволил расширить круг поисков. При изучении этих следов подтвердилось. Большие размеры ноги, большие расстояния между следами, особенности движения объекта. в первую очередь внимательный глаз заметил, что эти цепочки следов тянутся иногда на небольшие расстояния в десятки метров. Идет одно двуногое существо, опираясь каждый раз на опору. Так что фазы полета опора, полет, опора, полет, который имеет место в беге, всех рогаевских ходят, отсутствуют. При этом можно было заметить определенную приспособленную условиям, где полога начинали, что они имеют довольно заметную телеустремленность. Это не быстрее шатание, гравдение каких-то, а теленаправленный маршрут. Даже по следам существа можно было сказать, что это не животное, что существо это высоко организованное и абсолютно приспособленное к обитанию в природе. Первое, что касается следов, если это существо, этот человек снежный прошел, остался след, мы этот след наблюдаем, изучаем, это есть доказательство его реальность. следов, Второе, это направление, связанное с изучением следов, остающихся на поверхности. Эти следы изучаются учеными разных стран. Оказывается, два факта. Первый факт, что характер каждого следа оставшегося в зависимости от условий местности иной. Значит, те, кто оставлял эти следы, отпечатки, не только оставлял отпечатки, но и показывал, как особенности этих организмов к конкретным географическим географическим и прочим условиям относятся. Оказывается, что явление типа патерсона широко распространено по всему земному халу. В следующей части нашей программы речь пойдет о нашумевшем фильме минутной съемке снежного человека. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете, как в Советском Союзе проходили исследование фильма о гоминоиде реликтовом. В 1967 году в районе ручья Блав в Северной Калифорнии Роджер Паттерсон и Боб Гимлин сумели снять короткий цветной фильм о снежном человеке в существе женского пола. Они также сделали слепки ее следов длиною в 14 дюймов. Об этом фильме было выражено несколько мнений. В то время как одни специалисты говорили, что это подделка, другие уверяли, что они думают, что это является хорошим доказательством реальности снежного человека. Роджер Паттерсон до этого года три занимался поисками снежного человека. В Америке его называют Бигфутом или Сосквачем. Он занимался поисками Бигфута и даже успел издать небольшую книжку об этих поисках, которые тоже приводил сообщения очевидцев. И вот 20 октября это была осень, они на лошадях с Гимлиным передвигались по ущелью Блавкриг и вдруг лошади стали на дыбы, сбросили седоков. Паттерсон успел заметить сидящий на корточках на берегу ручья фигуру волосатую фигуру Бигфута. Он не растерялся, схватил кинокамеру и побежал в сторону этой вот фигуры. А тем временем существо встало на ноги и пошло от Паттерсона вглубь леса. И он увидел, что это было существо женского пола. Были выдвинуты смешанные мнения. Доктор Грайф, анатом, специализирующийся на ходьбе человека, изучил фильм и был вынужден сказать, мои субъективные впечатления, колебались между полным принятием снежного человека на основе того, что фильм было трудно подделать, и неподвластным разуму отрицанием, основывающимся на эмоциональном отклике на возможность того, что снежный человек действительно существует. после этого, когда проявили фильм, предложили научным организациям исследовать его, посмотреть, но самое авторитетное научное учреждение Соединенных Штатов, Смитсонянский институт, объявил этот фильм подделкой и не стал заниматься исследованием его дальнейшим. Патерсон пытался предложить еще в одно, в другое, в третье место, но у него ничего не получилось, и единственное, что прошли публикации в разных журналах в Соединенных Штатах Америки, потом и у нас в стране об этом случае, приводили кадры из этого фильма, и прошло около пяти лет только после этого один исследователь, уже из Канады, Рене де Хинден, он собрал какие-то средства и решил привезти в Европу этот фильм для исследований. О том, как все это происходило и как началась в Советском Союзе кампания по исследованию фильма Патерсона, рассказывает бывшая жена Игоря Бурцева, Александра Бурцева. Вообще-то это было совершенно потрясающе, конечно. То есть на нас это произвело очень сильное впечатление. И очень нас удивила реакция Поршнева, Машковцева, людей, которые теоретически давно считали наличие сегодняшнего времени этого существа реальностью. Они отнеслись очень спокойно к фильму. Машков что-то вообще сказал, ой, я что-то приболел, я не поеду. Смотри, да что я, я знаю, как она выглядит. Понимаете, буквально вот так вот. Нас это очень как-то удивило. А семинар он объединяет людей самых разных профессий. И чаще всего не, к сожалению, не биологов и не зоологов. Раньше так было. А сейчас как раз перевес меняется, что по-самому по-самому себя очень радует. Ну вот. И мы с полной энтузиазма, конечно, взялись этот фильм исследовать. Мы составили собственно план действий. Для начала мы решили, что нужно показать фильм всевозможным профессионалам, кинематографистам, биомеханикам, медикам, скульпторам, художникам, то есть которые, так сказать, внимательно наблюдают человеческую природу и могут что-то сказать по объекту по-нашему. Вот. Потом была проблема, которая в общем-то носила очень принципиальный характер. Дело в том, что Паттерсон не мог сказать на какой скорости он снимал этот фильм, потому что камера предполагала две прокрутки, там 24 кадра и 16 кадров. Ну вот. И если иметь в виду вот эту разницу, об этом подробно вот тогда Игорь расскажет, как он определил, точно установил, собственно, на какой скорости снимался фильм. Вот. Это очень принципиально, потому что в случае съемки на 24 кадрах в секунду, вот, фильм, так сказать, оставлял какие-то сомнения вот по части локомоции существа. А на 16 кадрах это совершенно замечательно все укладывалось, так сказать, и в понимание движения. По поводу определения скорости, дело в том, что, скорости съемки, это потребовалось английскому антропологу Дану Гриву. Он как раз заявил о том, что надо знать точно с какой скоростью снимался фильм. И вот я занялся тем, что просто покадрово смотрел каждый кадр и отмечал перемещение объектов на земле, например, вот там какой-то камешек или сучок, веточка какая-то. Буквально отмерял каждый, на каждом кадре изменение положения этой веточки. И составил такую таблицу всех измерений, а по этой таблице все 960 кадров я таким образом просчитал. И по ним построил график перемещения камеры во время съемки. А потом уже, когда я построил этот график, вот опять же основываясь на данных биомеханики, взял в расчет то, что человек при даже быстром беге может совершать не больше 4-5 шагов в секунду. То есть вот с такой частотой физические возможности человека 4-5 шагов в секунду. Даже спринтеры, когда бегут 100 метров, они чаще не передвигают ноги. И вот построив этот график, я допустил оба варианта. Если бы скорость съемки была 24 кадра в секунду, тогда надо было допустить, что человек, этот Паттерсон, делал 7 шагов в секунду. А это невозможно. А вот если допустить, что 16 кадров в секунду камера снимала, то тогда получается как раз 4 шага в секунду он делал. Это вполне в возможностях человека. Таким образом, вот мы установили, что съемка была произведена на скорость 16 кадров в секунду. В следующей части нашей программы о том, как исследовали фигуру снежного человека по слепкам известных советских скульпторов. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете об особенностях, которые внес в свою скульптуру каждый автор. Итак, фильм о снежном человеке был в Советском Союзе. И супруги Бурцевы с огромным энтузиазмом стали привлекать различных специалистов для исследования данной пленки. Это все было очень просто. Садишься к телефону, берешь телефонную книгу, и раньше у нас был полный список там обычный, музеи различные, наши институты различные, телефоны прямые, куда можно позвонить, кафедры. Вот. Ну, и я позвонила в институт физкультуры, подумала, что надо биомеханика кого-то найти. Вот. И была совершенно потрясающая, конечно, реакция биомеханика руководителя кафедры, так сказать, профессора, доктора наук Дмитрия Дмитриевича Донского, который единственный вопрос задал женщине, непонятного, как говорится, откуда, с улицы позвонившей, вот, и предложившей просто посмотреть существо, которое идет по кадру в течение, одной минуты и дает свое заключение о типе ходьбы этого объекта. Вот. Единственное, он попросил прихватить с собой своего товарища по работе. Ну, ради Бога. Вечером открываю дверь, человек приехал, стоит такой пожилой мужчина с совершенно молодыми глазами, вот, заходит и видит след. На столе лежит отпечатка следы, самые стопы, вот, пати, как называют вот эту особь, которая по кадру проходит. Ну, вот, и он посмотрел на него, на этот след и говорит, хотите, я пройду сейчас так, как идет это существо. Нас это очень порадовало, потому что был один, правда, единственный антрополог, который засомневался, вот, что вот этот отпечаток принадлежит вот этому объекту. Вот ему казалось, что там что-то не совсем соответствует. Поэтому нам было очень интересно именно вот так посмотреть, пока он еще не видел фильма. И вы знаете, вот этот человек прошел вот по комнате, объясняя каждую фазу движения, поворотом бедра, голени, стопы, то есть объясняя, почему, понимаете, включая даже экологию этого существа, то есть почему, рацион питания, то есть как он должен ходить, почему он должен вот так ходить. Доктор наук Донской написал заключение по поводу пленки со снежным человеком. Донской это он все рассказал просто по одному следу. Вы знаете, это передать очень трудно, вот пересказать то, что он сказал, но это звучит, вот знаете, когда высокий профессионал вообще рассказывает, что это просто было очень интересно. А потом пришел фильм, он посмотрел фильм и сказал, что у него фильм не вызывает ни тени, сомнения, вот, и что он с удовольствием будет думать. Вот, попросил фотоматериалы, и, так сказать, мы сделали покадровый фотоматериал самого фильма, вот, и вручили ему, и вот он в результате дал свое заключение. Я как раз хочу процитировать некоторые пункты из этого документа, это он тогда как раз напечатал по нашей просьбе, написал, качественный биомеханический анализ движения существа в фильме Паттерсона. Ну, здесь он много приводит таких вот моментов, например, что фильм остается впечатление о хорошо автоматизированной, высоко совершенной системе движений. Все частные движения объединены в единое целое, в хорошо слаженную систему. Дальше, по характеру движений можно предполагать, что руки у существа массивные, мышцы сильные. Следующий, он говорит о том, что он при ходьбе выполняет подседание. Во время подседания нога, сгибаясь в коленном суставе, смягчает толчок. И это тоже свидетельствует о большом весе этого существа. У человека при обычной походке такого глубокого подседания не наблюдается. Дальше, при переносе свободной ноги заметно большое сгибание ее в суставах. При этом одно звено значительно отстает от другого. Стопа отстает от движения от голени, голени от бедра. Такой характер движений наблюдается, когда части тела обладает большими массами, а мышцы хорошо расслабляются. Дальше, при выполнении двух шагов с поворотом вправо в сторону кинокамеры движение поворота выполняется слитно, всем туловищем. Это говорит о настороженности, может быть, об ограниченной подвижности головы этого существа. Задняя часть стопы, пяточный бугор, пяточные кости, значительно отстоит кзади от голеностопного сустава. Эти пропорции облегчают работу мышц при стоянии и позволяют лучше использовать силу мышц к большое плечо рычага при отталкивании ногой. Во-первых, вариативность изменений показателей этих шагов очень большая. И первое, что бросается в глаза, когда пытаются рассмотреть эти снеговые следы. Это реальный вид. Это не вымысел, это не факт, а это то, что можно наблюдать и наблюдают сейчас настолько, что в пейзаже горном снежные прожжения. Следы на снегу нечасто, но все их пейзажем встречали. кадры отпечатанные позволяют следить о том, что во-первых, в фильме Петерсона ни одного признака пальчика, ни одного признака выдумки. все отвечает тому, что мы наблюдаем в нашей реальной жизни и что мы изучаем типово шестифляжных методов. Прибегая к понятиям о человеческой моторике, Донской убеждает зрителя в том, что на пленке, снятой Паттерсоном, движется не человек. Второй вывод, который все сделали, это тот, что материалы фильма Паттерсона для категорического утверждения, что это действительный факт, что это не фальшь, что это не выдумка, это не авантюра, а настоящий факт. недостаточно. Недостаточно. За последние годы узнали много нового о том, что казалось бы просто доступно, понятно. Ну, например, ходьба и бег. Это движение в комоте имеет одну общую программу, которая только изменяется на того, что это две отдельно разных программы, которые резко доходят до границы, открываются, дальше следует другая программа. Предположение о том, что эта единая программа основывается на факте переходе человека и деде человека имеет место опора человека на поверхности, по которой он бежит. То есть и ходьба, и бег это движение при опоре. Далее на территории призраков исследование фигуры снежного человека по раскадровкам фильма. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете, как известные советские скульпторы лепили фигуры снежного человека, дабы глубже осознать строение этого объекта. после этого мы обращались к так называемым знатокам. Это был такой научно-технический отдел в Муре, в московском уголовном розыске. Об этом были в свое время фильмы. И вот эти самые знатоки исследовали гипсовые следки следов этого существа. Они тоже не нашли там подделки. Ну и кроме этого мы показывали, пытались показывать антропологам. К сожалению, антропологи не захотели даже смотреть этот фильм в Институте Антропологии. Но в Институте этнографии проявили к этому интерес. Там тоже отдел антропологии существует и до сих пор. И вот в этом институте очень внимательно выслушали нас, посмотрели фильм, высказались по этому фильму. Так что в общем-то мы известили антропологу, хотя они тоже скептически отнеслись к этому фильму. Ну и мы еще обратились к скульпторам. Был, так сказать, к сожалению, такой один из ведущих скульпторов в стране это Лавинский Никита. И в его мастерской было приглашено так сказать общество известных скульпторов. И все смотрели этот фильм с большим интересом. И дали такое же заключение по поводу на предмет фильма, что никакой подделки вообще не может быть и речи. Более того, они говорят, наконец-то мы поняли, что не бывает у человека в его развитии нечто незаконченного, нечто незавершенного и неуютного. Знаете, вот недовыпряменное положение или что-то еще. Это просто неправильно трактовка. Дело в том, что то, что мы видим на экране, вот говорил Никита, это высоко организованное существо и идеально приспособленное для ходьбы на природе. Он отмечал, что если посмотреть на его торс, его, так сказать, ноги, движение само, видно сразу, что это существо совершенно не предназначено для стояния. Будучи в мастерской, вы знаете, я сделала очень наивное предложение скульпторам. Я сказала, давайте сделаем портрет скульптурный этого объекта. Вот у вас смотрите сколько все вам аститы такие. Если вот сейчас глины положим, так сказать, и все вместе сделаем обзор, чтобы мы могли четко ее пощупать. Они посмеялись и сказали, что это нереально, такого не бывает. И вы знаете, я это поняла, проведя эксперимент. То есть я действительно положила большой объем глины, начала сама лепить голову для начала, просто голову, портрет хотели сделать ее. И потом все приходили и говорили, а знаешь, здесь надо немножко так, а вот тут надо тут. Понимаете, то есть у каждого настолько свой взгляд на вещи, что сделать коллективного портрета у нас так и не получилось. Я взломала его. Поэтому у нас существуют портреты авторские. Причем каждый автор несет, каждый автор всегда имеет перед собой какую-то задачу. Вот делала жена Лавинского, тоже скульптор, понимаете, Августина Лавинская. Она сделала замечательную скульптуру, подчеркнув женственность этой объекта. скульптор другой сделал еще одну фигуру. Тот мужественность такую подчеркнул. А мы, как люди, но, видимо, не столько эмоциональные, сколько технические взгляд имеем на жизнь, я, например, поставила перед собой задачу сделать три фазы, пощупать, понять три фазы движения самого объекта. То есть, когда она взводит пружину, когда она использует отдачу пружины, и когда она расслабляет, понимаете, то есть, вот эти вот три фазы, вот так и появилось у меня три фигуры. Бурцев тоже сделал фигуру снежного человека. Он подошел к изготовлению скульптуры, как слесарь, изготавливающий деталь. Бурцев сделал массу измерений и по точным чертежам изготовлял свою скульптуру. Используя отпечатки кадров фильма Паттерсона. Вот благодаря тому, что мы лепили этот образ и общались очень много, вы знаете, мы действительно очень много общались. Мы выступали иногда по два-три раза в сутки с нашим фильмом по разным аудиториям Москвы, научно-исследовательских институтов, политехническом музее, музее, в Большом театре, криминалистов. Ну, то есть, где только мы не выступали. А везде были живые люди, которые очень интересовались проблемой, которые подходили, давали замечательные советы, предлагали, так сказать, свою помощь в исследовании. И в результате этого, так сказать, ну, как бы вот такого творчества совместного выявилось очень много интересного в природе этого объекта. Дело в том, что при всей своей схожести с человеком, ведь, например, тот же Паттерсон Гимлин, когда спросили, ведь вы же знаете, что вам заплатили много денег, если бы вы убили это существо, почему вы этого не сделали? Да потому, что перед нами был человек. Понимаете? Любой местный кабардинец, там, скажем, который видел этот объект, он скажет то же самое. Идет как человек, но как зверь. И вот на что мы обратили внимание. Ну, первое, вот Александр уже сказала, что у него нет изгиба поясничного, у него нет изгиба и шейного, ведь голова тоже должна амортизировать, при ходьбе, а шейного тоже изгиба нет, как у нас вот такой вот вмятый, как бы, ну, изгиба шейных позвонков. И как оно амортизирует? Оно амортизирует, да, за счет того, что сгибает колени. Мало того, это, ну, сгибает колени, есть, конечно, точки, когда ноги прямые, но, именно в момент, когда нога ставится на землю, тут же сразу происходит сгибание колена. И таким образом, вот этот весь, вся тяжесть, она весит минимум 200, а может быть, и 300, 300, по некоторым оценкам, между 300 и 400 килограмм. И вся эта масса, она как бы скользит на полусогнутых ногах вперед, не ударяется, скажем, в землю, а именно вот скользит. И благодаря этому центр тяжести этого существа, он как бы движется по одной и той же горизонтальной плоскости, он не совершает колебаний вертикальных. И также не совершает поперечных колебаний, потому что нога идет, то есть ступни ступают в одну линию. Они не, это тело не раскачивается из стороны в сторону при ходьбе. Все это мы видим вот как раз и на этом существе, и на других следах, которые имеются в нашем распоряжении. Этот объект, торс его, имеет один отдел, то есть у него нет прогибов в пояснице. А амортизировать такую большую массу надо при ходьбе, вот эта проблема решается у этого существа в коленях. Понимаете? А ведь ходить все время на чуть-чуть приспущенных, так сказать, согнутых коленях, ведь, сами понимаете, это тяжело. Поэтому, для того, чтобы решить эту проблему, нужны мышцы. Поэтому мышцы, бедра, голени у этого существа очень мощные. Дело не в том, что они там какие-то большие, нет, они гармоничные, но они очень мощные. Причем, вот, работа этих мышц, она, так сказать, разрешается не сама, даже только по себе, но имеет непосредственно, естественное отношение к стопе, потому что стопа крепится у этого существа не так, как у человека. Она сдвинута назад. Нужно создать было рычаг для работы этих мышц, с голени. Вот. И все это естественным образом, так сказать, опущена эта проблема была до уровня стопы. А стопа, как вы знаете, это второе после головного мозга, совершенно могучее такое сложное, по сложности приобретение, ну, человека. В заключительной части нашей программы мы поведаем зрителю о том, каким способом исследователи выяснили рост существа, заснятого Паттерсоном. Оставайтесь на территории призраков, и, возможно, вы тоже склонитесь к тому, что снежный человек это не фантазия, а реальность. Можно верить или не верить в существование снежного человека, но то, что существуют люди и посвятившие жизнь изучению этого феномена, говорит об одном. Проблема снежного человека существует. А сейчас с помощью компьютера Марлон Дэвис, американец, он очень интересно сделал обработки этого фильма. И в частности, одна наиболее впечатляющая, когда по нашей просьбе он зафиксировал базу, как бы, землю, сделал неподвижной, а объект перемещается по ней. Ведь обычно мы смотрим на этот фильм, мы видим объект на месте, а земля движется. Но когда мы сделали в обратном, так сказать, виде, когда земля была закреплена, а объект движется вдоль экрана, впечатление оставляет несколько иное. И видно, что очень тяжелая, очень мощная фигура движется вдоль экрана. Но это зрители увидят. Вот, собственно говоря, вот такие вот были произведены исследования. Да, и надо сказать, что в последние годы появились различные инсинуации, какие-то люди ставили под сомнение, начали писать, что кто-то переоделся в шкуру и прошел перед камерой. Но смешно то, что нашлось уже три таких человека, которые утверждают, что это он прошел переодетый в шкуре перед камерой Паттерсона. Ну, ясно, что из этих трех, по крайней мере, двое лгуны. Но вот на наше исследование фильма показывает, что все трое в данном случае лгуны. видимо, кто-то настолько сильно не хочет принимать феномен существования снежного человека на земле, что готов платить лжесвидетелям. Но наши исследования, они опровергают эту ложь. И вот я должен сказать, что мы издали книгу на английском языке, которая целиком посвящена анализу этого фильма и доказательства того, что этот фильм истинный. Автор ее Дмитрий Баянов. Он руководитель семинара, как я уже сказал, руководитель семинара при Дарвинском музее. Он владеет английским языком, поэтому написал он эту книгу только на английском языке. Она издана и пользуется популярностью там в Соединенных Штатах и в Канаде. Вот эта книга называется Американский Бигфут факт, а не выдумка. И надо сказать, что эта книга играет свою роль в решении проблемы так называемого снежного человека. Бигфут Субтитры создавал DimaTorzok